Очевидно, зачем нужны два плоских зубца на стандартных вилках в Северной и Центральной Америке. Но как насчет этих отверстий на кончиках? Благодаря им розетка прочно захватывает вилку, чтобы та не выскакивала. Вторая особенность отверстий в том, что они позволяют подводить электричество непосредственно к зубцам. Если вам нужно получить электроэнергию без розетки, эти отверстия значительно облегчат задачу. Что касается ручек, то у канистры их может быть 3. Это умный дизайнерский ход. При переноске в одиночку используется только центральная ручка, и вес равномерно распределяется. А если канистру несут двое, каждый берется за боковую ручку. Увидимся в субботу! Вы вешаете трубку и понимаете, что у вас есть всего два дня до главной семейной встречи года. Список покупок готов, и вы идете в самый большой супермаркет в городе. Следуя списку, вы быстро набираете все, что нужно. Тележки полного фруктов, овощей, молочных продуктов, мясо, рыбы, хлеба. Отлично! Через час вы возвращаетесь домой и отдаете сумки с покупками бабушки. Она вынимает продукты и, глядя на них, с каждым разом хмурится все больше. Оказывается, рыба и мясо, которые вы купили, совсем не свежие, а бананы и зелень тоже вряд ли дотянут до субботы. Бабушка говорит, что она что-нибудь придумает. Вы как следует перекусываете, чтобы не ходить по магазинам голодным и не покупать то, что не нужно. Затем вы вместе садитесь в машину и снова едете в магазин. Умный шопинг – это умение выбирать самые свежие и полезные продукты. Фрукты, овощи, молочные продукты, мясо и рыбу. Всю вредную еду обычно размещают в центральных проходах, и вы решаете вообще их пропустить. Первая остановка – овощной отдел. Бабушка говорит, что здесь нужно все выбирать очень тщательно. Хорошо, что вы приехали в магазин до обеда, ведь свежие овощи привозят во время открытия или перед закрытием. Вы протягиваете руку, чтобы взять помидоры в упаковке, но бабушка вас останавливает. Расфасованные фрукты и овощи обычно стоят дороже и их труднее проверить. Хороший спелый помидор может весить вдвое больше незрелого. У него должна быть гладкая и упругая кожа и вкусный аромат. Не берите мяты и овощи, в них могут завестись бактерии. Постарайтесь найти твердые огурцы без пятен или вмятин. Лучше всего темно-зеленые. Если на огурце есть желтизна, то, скорее всего, овощ переспел и на вкус будет не очень. То же самое относится и к перцу. Он должен быть однородного цвета и без пятен. Теперь переверните его и сосчитайте бугорки. Четыре бугорка означают меньшее количество семян и лучший вкус. Два-три бугорка – перец будет горчить. Стебель у свежего перца зеленый, твердый и хрустящий. Уберите из тележки эту проросшую картошку. Она должна быть гладкой, упругой, без мягких темных пятен или порезов. Берите салат без дырок или коричневых краев. Чем ярче оттенок зеленого, тем лучше. Переходим к фруктам и ягодам. Бабушка объясняет, что у спелого арбуза обычно сухой коричневый стебель. Этот с темно-желтым, видимо, долго пролежал на земле, и он вполне сладкий. Также и с дынями. Те, что с желтоватой коркой, слаще, так как к тому времени, когда их сорвали, они получили достаточно солнечного света. Прежде чем взять эти бананы, взгляните на их стебли. Они должны быть от зеленого до светло-желтого оттенков, но не коричневыми. Берите только один банан, если хотите съесть его сразу. Они лучше лежат гроздями. Никогда не выбирайте манго по цвету. Вместо этого осторожно его сожмите. Спелая манго немного проминается, и конец его стебля имеет приятный фруктовый аромат. Фрукты меньшего размера обычно слаще, но это правило не работает для клубники. Разные сорта бывают разных размеров, так что те, что побольше, тоже могут быть вкусными. Выбирайте ярко-красные ягоды со свежими зелеными листьями. Они будут выглядеть сухими и увядшими, если их собирали давно. Этот лимон не будет сочным. Он бледный, а значит старый. Вот этот твердый, с гладкой тонкой кожей, намного лучше. А еще он кажется тяжелее, и это тоже хорошо. Вы делаете покупки для большого мероприятия, но в противном случае нет смысла покупать много овощей. Если они свежие и органические, то долго не пролежат. Берите сезонные фрукты и овощи, так они будут дешевле и качественнее. Следующая остановка – мед. Этот кажется странным, потому что на дне банки лежат кристаллики. Но бабушка объясняет, что это признак свежести. Хорошо, когда мед кристаллизуется при понижении температуры. Непрозрачность меда – тоже хороший признак. Значит, он натуральный, а не пастеризованный. По списку вам еще нужен хлеб. Лучше всего цельнозерновой. Вы изучаете этикетку. Сделано из цельного зерна. Не подходит. А на этом написано «цельнозерновая мука». То, что нужно. Чем меньше ингредиентов, тем лучше. Если прочитать название добавки трудно, то лучше взять другой хлеб. В нем не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей или консервантов. Вы слегка сжимаете хлеб, который только что выбрал. Он возвращается к своей первоначальной форме, а значит, он высокого качества. Если на нем останется отпечаток пальца, возможно, его замораживали или процесс выпечки пошел не так. Вы направляетесь к отделу консервов, и у вас на пути встает бабушка. Она уверена, что консервы вредны для здоровья, так как в них много натрия. Вы просите ее хотя бы изучить этикетки. Нужно выбирать консервы, где меньше всего соли или сахара. Те, что консервировали в воде или собственном соку, самые полезные, так как в них меньше искусственных ингредиентов. Вы находите тунца в оливковом масле. Упаковка идеальная, так что все в порядке. Вы знаете, что нельзя брать ржавую банку. Это может быть опасно. Кажется, вы собрали все, что нужно, кроме мяса и молочных продуктов. Их нужно брать в последнюю очередь. Без холодильника не могут испортиться, если поход по магазинам затянется. Вы освобождаете место в корзине, чтобы на всякий случай защитить фрукты от сырого мяса. Красное мясо должно быть темного цвета. Фиолетовое, красное и коричневое. Свинина должна быть светло-розовой и хорошо пахнет. Запах не должен быть резким. Если в мясе много волокон, оно может быть жестким, с сильным ароматом. В говяжьей вырезке не будет волокон, потому что она очень нежная. Белые пятна и прожилки жира – еще один признак того, что мясо сочное и нежное. Если вы не планируете готовить мясо сразу, берите упаковку с самой последней датой. Его можно есть и после указанной даты, но до нее оно будет вкуснее. Грязная упаковка – это табу. Кто-то мог брать ее грязными руками. Если у курицы, которую вы хотите купить, есть кожа, она должна быть бледнее мякоти, а не желтой или светло-коричневой. Края не должны выглядеть сухими. Надрезы должны быть гладкими, одинакового размера. Если мясо плохо разделать, в вашем блюде могут оказаться мелкие суставы и кости. Если курица лежала в контейнере более двух дней, то пусть она лучше останется на полке. Бабушка берет рыбу и смотрит ей в глаза. Она объясняет, что у хорошей рыбы глаза будут выпуклыми, с блестящими черными зрачками. Кожица свежей рыбы должна быть шелковистой, не липкой и не тусклой. Сожмите филе. Если на нем есть след от пальца, это никуда не годится. Конечная остановка – молочные продукты. Вытянитесь к задней части полки, где обычно стоят самые свежие продукты. Что же касается и замороженных продуктов – продуктов в упаковке и яиц. Новые продукты в магазинах обычно размещают за старыми. Бабушка рекомендует пастеризованное молоко. При пастеризации его нагревают, чтобы избавиться от вредных бактерий. И это не снижает его питательную ценность. Так что не волнуйтесь. Выбирая йогурт, обратите внимание на этикетку. Чем меньше на ней написано, тем лучше. Трех основных ингредиентов вполне достаточно. Остальные могут быть консервантами и сахаром, которые вам не нужны. Живые и активные культуры – это то, что должно быть в списке ингредиентов. Как насчет банана с майонезом? А соленых огурчиков с арахисовым маслом? Звучит довольно дико. Но каковы эти сочетания на вкус? Что ж, стоит попробовать. Может, орео с горчицей станет вашим любимым блюдом? Не переключайтесь! Помидоры с арахисовым маслом. Положите пару кусочков помидора на хлеб и намажьте на бутерброд арахисовое масло. Или намажьте арахисовое масло толстым слоем просто на кусок помидора. Как ни странно, но это сочетание очень популярно среди гурманов. Нутелла с картошкой фри. Соль является усилителем вкуса. Именно поэтому, если макнуть картошку фри в баночку нутеллы, то паста станет слаще, а ее ореховый вкус усилится. Еще один необычный способ насладиться картошкой фри – залить ее шоколадным молоком. Бананы с беконом. Соленый хрустящий бекон идеально сочетается со сладким бананом, богатым углеводами. Положите эти ингредиенты на кусочек хлеба, добавьте немного арахисового масла и вуаля! Ваш идеальный бутерброд готов. Соленые огурцы с мороженым. Ладно, не спорю, это сочетание на любителя. Но есть гурманы, которые находят этот необычный микс соленого и сладкого, уксусного и молочного удивительно привлекательным. Сыр чеддер с яблочным пирогом. В наше время сложно кого-то удивить, подав сыр вместе со свежими яблоками. Раз уж эти продукты неплохо сочетаются, почему бы не пойти еще дальше? Говорят, что идея добавления чеддера в яблочные пироги появилась в Англии, а потом она распространилась и по всему миру. Картошка фри с медом. Если вам надоели стандартные соусы и вы хотите попробовать что-то новенькое с картошкой фри, возьмите мед. Его сладкий вкус дополнит соленость фастфуда. Неудивительно, что в некоторых ресторанах мед можно найти в разделе с соусами. Банан с майонезом. Нет, я ни в коем случае не призываю вас выдавить целую ложку майонеза на очищенный банан и запихнуть это все в рот. Вместо этого попробуйте выложить кусочки банана на хлеб и добавить немного майонеза сверху. Думаю, вас ждет приятный сюрприз. Шоколад с чипсами. Такое сладко-соленое сочетание имеет потрясающий вкус. Неудивительно, что существуют чипсы в шоколаде. Кстати, многие торговые марки уже добавили это сочетание в свой ассортимент. Гамбургер с вареньем. Сегодня такое комбо можно заказать в большинстве ресторанов, и никто не примет вас за чудика. Ну или почти никто. Все больше людей выбирает этот вариант бургера вместо традиционного с кетчупом. Попкорн с молоком. Некоторые уникальные личности заменяют хлопья на завтрак попкорном. Они добавляют молоко и заявляют, что это блюдо ничуть не хуже своей популярной альтернативы. Хотите попробовать? Белый шоколад с красной икрой. Говорят, что это неожиданное сочетание продуктов придумал один знаменитый повар. Он был поражен тем, как соленая икра смягчила сладость белого шоколада. Если вы любитель всего сладко-соленого, вам точно понравится. Арахисовое масло с солеными огурцами. Допустим, вас не особо воодушевляет идея макания соленых огурцов в арахисовое масло. Тогда попробуйте сделать бутерброд с этими ингредиентами. Вот увидите, уксусный вкус огурчиков смягчит вязкость арахисового масла. Арбуз с солью. Те, кто никогда не пробовал это сочетание на вкус, часто думают, что соль отбирает сладость у арбуза. Но на самом деле все совсем наоборот. Щепотка соли лишь усилит его вкус. Манго и перец чили. Если вам нравится острая пища, то это сочетание может вам понравиться. Слегка присыпьте ломтик манго острым перцем и наслаждайтесь огненным вкусом. Арахисовое масло с беконом. Помните про сочетание банана с беконом? Пришло время заменить банан арахисовым маслом. Мягкость масла контрастирует с хрустящим беконом. Осторожно, вызывает привыкание. Мороженое с соусом чили. Самый эффективный способ потушить огонь в вашем рту, вызванный острой пищей, выпить молока. Так почему бы не вывести это на новый уровень? Полейте ваше ванильное мороженое капелькой соуса чили, чтобы потешить ваш дух авантюризма. Шоколад с авокадо. Речь не только о том, чтобы добавить немного шоколада на ваш тост с авокадо. Можно сделать молочный коктейль с авокадо и шоколадом, от которого у вас слюнки потекут. Масляная текстура авокадо отлично дополнит вкус шоколада. Гамбургер с арахисовым маслом. Бургеры с вареньем – это скорее сладко-соленое сочетание. А вот бургеры с арахисовым маслом – это уже история про соленое с соленым. Только не стоит намазывать топленое арахисовое масло на ваш бургер. Вместо этого добавьте масло в говяжьи котлеты. Ваши бургеры точно станут сочнее. Орео с горчицей. Те, кто уже попробовал этот микс, утверждает, что эти два вкуса отлично сочетаются. Соскребите глазурь с печенья Орео и намажьте вместо нее горчицу. Вы не пожалеете. Арахисовое масло с майонезом. Сочетание этих продуктов в одном бутерброде может показаться одним из самых странных. Однако у него длинная история. Люди начали смешивать арахисовое масло, богатое протеинами, и майонез, богатый жирами. В трудные времена. Но спустя время такие бутерброды не перестали пользоваться популярностью, поскольку люди оценили их приятный вкус. Пицца с медом. Горячий мед может стать неожиданным, но бесспорно потрясающим топпингом для пиццы. К примеру, это отличный способ сбалансировать чрезмерное количество соли, скажем, в пепперони. Если вы готовите пиццу дома, выложите начинку из солями и перца, а затем полейте все это медом. Поблагодарите меня позже. Оливковое масло с мороженым. Чтобы сделать супервкусный сладко-соленый десерт, полейте ваше ванильное мороженое оливковым маслом и посыпьте щепоткой морской соли. Я серьезно, попробуйте. Арахисовое масло и сирача. Еще одно неожиданное сочетание двух, на первый взгляд, несовместимых ингредиентов. Но на самом деле со сладким послевкусием от соуса сирача, вязкое арахисовое масло зазвучит намного интереснее. А само масло, в свою очередь, смягчит остроту соуса. Зеленые яблоки и соус сальса. Вы наверняка пробовали манго или ананас с соусом сальса. Так чем же зеленые яблоки хуже? Их кисловатый вкус прекрасно сочетается с острыми блюдами. Он смягчает жгучесть и в то же время добавляет блюду немного горечи и резкости. Клубника с бальзамическим уксусом. Это старое доброе итальянское сочетание удивительно прекрасно на вкус. Бальзамический уксус делает клубнику слаще, а также дополняет сочность ягод. Арбуз с сыром фета. Ни один греческий салат не обходится без феты, но сочетание этого сыра с фруктами, в частности с арбузом, будет не менее вкусным. Плотная структура и соленость сыра обогащает божественный вкус сочного арбуза. Арахисовое масло, варенье и крекеры – золотая рыбка. Сочетание арахисового масла с вареньем уже давно стало классикой, а крекеры здесь зачем? Истинные гурманы знают, что этот компонент заполнит все оставшиеся пробелы. Ваш бутерброд станет более хрустящим и солоноватым. Кстати, еще соленость крекеров сбалансирует сладость варенья. Базилик и клубника. Мы уже говорили о преимуществах сочетания клубники и бальзамического уксуса. Так вот, сочетание клубники с базиликом ему ничуть не уступает. Попробуйте смешать эти продукты при приготовлении лимонада. Впрочем, замороженный йогурт с клубникой и базиликом также прекрасен на вкус. Огуречный рассол с курицей. Приготовление курицы в огуречном рассоле сделает мясо сочным. Кроме того, благодаря этому способу сохраняется натуральный вкус мяса. И еще одно преимущество – вам не понадобится соль, ведь рассол сам по себе уже соленый. Хумус с сушеной клюквой. Обмакнув свой крекер в хумус, выложите на него пару сушеных ягод клюквы. Даже небольшая горстка совершенно меняет привычный вкус. Александр Македонский, одна из самых известных фигур в древней истории, был, по-видимому, большим поклонником летнего лакомства, любимого многими и по сей день. Считается, что Марко Поло, итальянский путешественник и писатель, привез из Азии рецепт, напоминающий сорбет – замороженный десерт, приготовленный путем смешивания подслащенной воды с различными ароматизаторами. Десерт, который позже назвали мороженым, был частым угощением при дворе Карла I английского в XVII веке. Во Франции это холодное лакомство появилось благодаря Екатерине Медичи, вскоре после того, как она вышла замуж за Генриха II. Десерт стал доступен широкой публике в районе 1660 года, когда некий сицилиец смешал молоко, сливки, масло и яйца в кафе Прокоп, старейшем кафе Парижа. Томас Джефферсон предпочитал рецепт мороженого, для приготовления которого требовалось 18 шагов. Мороженое стало настолько важным в популярной культуре, что у него появились свои законы и правила. Они помогают убедиться, что мороженое производится в соответствии со стандартами качества. Не каждый замороженный десерт, который вы видите на улице, на самом деле является мороженым. Чтобы заслужить это звание, ледяное лакомство должно содержать минимум 10% молочного жира и весить не меньше полкило на литр. Настоящее мороженое не должно быть слишком воздушным. С технической точки зрения это означает, что оно должно иметь не больше 100% взбитости. Для получения специфической текстуры, которую мы знаем и любим, основа мороженого должна быть взбито достаточно, но только до определенного процента. В частности, на каждый литр основы мороженого должно приходиться не больше 2 литров конечного продукта после взбивания. Ваш любимый летний десерт можно разделить на множество подкатегорий. Например, мороженое с пониженным содержанием жира, мороженое с низким содержанием жира или обезжиренное мороженое. Чтобы иметь четкое представление о том, что вы покупаете, лучше всего изучать информацию о питательной ценности каждого продукта. Один из интересных видов холодного десерта называется джеллато. Хотя в переводе с итальянского это слово буквально означает мороженое, между ними есть различия, основанные, опять же, на содержании молочного жира. В джеллато обычно содержится меньше молочного жира, чем официально должно быть в мороженом. Но поскольку уровень взбития тоже низкий, 20-30%, конечный результат все равно получается плотным и богатым по текстуре. Итальянцы также подчеркивают, что джеллато должно содержать не меньше 3,5% жира. У французов тоже есть свои хитрости. Французское мороженое, известное как замороженный заварной крем, помимо стандартных ингредиентов, должно содержать яйца, причем не меньше 1,4% яичного желта. Вы, вероятно, путались и с другими продуктами питания, например, с малиной. На самом деле она относится не к ягодам, а к семейству розовых, наряду с вишней, абрикосами, сливами, грушами, яблоками, персиками или ежевикой. Все они включены в эту категорию на основании цветов с пятью одинаковыми лепестками, расположенными вокруг сердцевины. Бананы считаются ягодами, а клубника нет, она тоже принадлежит к семейству розовых. Мы также разделяем с бананами около 50% нашей ДНК. Мне это кажется странным, ведь выглядим мы совершенно по-разному. Еще одно распространенное заблуждение. Белый шоколад это вовсе не шоколад, потому что в нем нет твердых частиц шоколада. Он изготовлен из смеси сахара, молочных продуктов, ванили, лицетина и масла какао. Родители во всем мире не зря пытаются убедить детей есть брокколи. Оказывается, в брокколи содержится почти столько же белка, сколько в бифштексе в пересчете на калории. Я не уверена, что родители действительно об этом знают, а вот вы теперь в курсе. Мы сейчас считаем кетчуп обязательным спутником картошки фри, но когда-то он считался лечебным средством. В начале 19 века врач Изогайо указал, что помидоры помогают в лечении проблем с пищеварением и опубликовал формулу, похожую на состав кетчупа. Позже ее воплотили в таблетки. Не хотите таблетку картошки фри? Кстати, о картофеле фри, также известном как французский картофель. На самом деле, картошка, приготовленная таким образом, родом из Бельгии, а не из Франции. В Бельгии картофель фри подают не как гарнир, а как основное блюдо. И едят руками, с всевозможными соусами. Мясо лосося не розовое само по себе. Дикий лосось розовеет из-за большого количества креветок, которых он потребляет в естественных условиях. Однако лосось, выращенный на фермах, обычно белый. Поэтому производителям приходится добавлять растительные пигменты, чтобы получить нежно-розовый оттенок. Морковь тоже изначально не была оранжевой. Привычный нам красно-желтый оттенок появился в результате генетической мутации этого овоща, произошедшей в 16 веке. До этого морковь была белой или фиолетовой. Так же, как вы добавляете кетчуп картошки фри, вы, скорее всего, не представляете себе суши без васаби. Только на самом деле это подкрашенный хрен. Настоящий васаби очень дорогой, поэтому большинство ресторанов за пределами Японии заменяют его обычным хреном. Их часто пакуют вместе, но красный, зеленый и желтый перцы – это на самом деле разные овощи. Чтобы их вырастить, вам понадобятся разные семена, поскольку это три разных вида растений. Знаете ли вы, что каждый четвертый лесной орех оказывается в банке нутеллы? Шоколадная паста настолько популярна, что ученые ищут способы выращивать фундук в лабораториях, чтобы противостоять глобальному дефициту. Это повод задуматься, когда вы просите добавки. На каждой бутылке воды указан срок годности, но на самом деле срок годности воды не истекает. Указанная дата относится к самой бутылке, поскольку пластик со временем начинает выпускать вредные вещества в воду. Вы когда-нибудь задумывались, почему еда в самолете бывает безвкусной? Не всегда в этом виноват повар. Высота, на которой вы летите, оказывает влияние на ваш организм, заставляя вас иначе воспринимать вкус пищи. Для всех любителей фруктов ученые придумали фруктовое салатное дерево. Да, это действительно дерево, на котором можно одновременно выращивать разные виды фруктов. Выведенные в Австралии деревья могут поддерживать до шести различных видов. Есть разновидность для фруктов с косточками, таких как персики, сливы, нектарины, абрикосы и их гибриды. И цитрусовая разновидность для тех, кто предпочитает лимоны, лаймы, мандарины, апельсины или даже танжела, помела и грейпфруты. Возможно, вы избегаете чеснок, потому что он может вызвать неприятный запах изо рта. Но это один из самых богатых питательными веществами продуктов. Например, он богат витаминами В6, С, селеном и марганцем. Исследования показали, что алицин, химическое вещество, придающее чесноку характерный аромат, полезно для здоровья. Единственный продукт, который никогда не портится при правильном хранении, это мед. Других таких мы пока не обнаружили. Дело в том, что в нем содержится много сахара и мало влаги, а фермент, созданный пчелами, подавляет рост бактерий. Конечно, если хранить мед неправильно и подвергать его воздействию дополнительной влаги, он может испортиться. Но мед, который запечатан и хранится в хороших условиях, не имеет срока годности. Если вы только начинаете осваивать кулинарию, вам будет приятно узнать, что грибы нельзя пережарить. Это потому, что они содержат полимер под названием хитин. Это вещество позволяет им оставаться нежными, даже если вы готовите их до часа. Просто добавьте масло и чеснока. Никто ничего не заметит. Как вы думаете, почему право и лево имеют значение, когда речь идет о наушниках? Звук движется довольно медленно. Эхо – хороший пример. Попробуйте крикнуть в сторону отдаленного здания, и вы услышите, как ваш голос возвращается с задержкой. Звуки движутся относительно медленно. Поэтому мозг может определить разницу во времени между звуком, поступающим в правое и левое ухо. Даже если разница минимальна, например, 10 микросекунд. Это так называемая межауральная разница. Если кто-то говорит справа от вас, ваш мозг понимает, что звук идет с этой стороны. Потому что для того, чтобы тот же звук дошел до левого уха, требуется немного больше времени. Благодаря этому стереофоническая музыка создает иллюзию, что звук идет с разных сторон. А наушники усиливают этот эффект, поскольку доносят музыку непосредственно до ваших ушей. Если наушники перевернуть, звуки спереди будут звучать так, будто они доносятся сзади и наоборот. Вы не заметите большой разницы при монофоническом звучании, но при обратном стереозвучании просмотр фильмов будет немного обескураживать. Вы когда-нибудь задумывались, как работает беспроводная зарядка? Электроны довольно умные. Если провести их по проводу, то получится электричество. Сматывая провод, вы получаете магнитное поле, которое запускает электродвигатели. Энергия индуцируется во второй катушке, когда вы помещаете рядом две катушки с общим железным сердечником для управления магнетизмом. Именно так трансформаторы изменяют напряжение. Предположим, вы пропускаете электроны через катушку, а другую катушку размещаете на некотором расстоянии. В этом случае излучатель можно поместить в зарядную панель, а приемную антенну в телефон. Для того, чтобы телефон заряжался, он должен находиться в радиусе действия. Есть место, где можно совершить погружение между двумя континентами. Это Сильфра, возле Исландии. Разлом, образовавшийся между двумя континентами из-за того, что две тектонические плиты постоянно раздвигаются. Это геологическое чудо и популярное место, куда мечтают попасть многие искатели приключений. В некоторых местах эта трещина настолько узкая, что можно потрогать Европу и Северную Америку одновременно. Жирафы на самом деле не спят, всего полчаса – это миф, в который многие люди до сих пор верят. В действительности они проводят во сне около 4,5 часов в день. И это не так уж необычно для животных, активных в светлое время суток. Спят жирафы урывками около 11 минут за один раз. Почему остатки пиццы настолько вкусные? После ночи в холодильнике пицца даже становится вкуснее. Она сохраняет структуру, когда уже не горячая. Слой помидоров не позволяет жиру в сырной начинке просочиться в основу теста. Температура пищи, которую мы едим, влияет на наше вкусовое восприятие. Холодная пища в целом обладает менее интенсивным вкусом. В наших рецепторах горького и сладкого вкуса есть каналы, чувствительные к теплу. При температуре от 15 до 30 градусов Цельсия они широко открываются, что запускает цепную реакцию и посылает сильные сигналы в наш мозг. А если температура ниже, эти каналы открываются совсем чуть-чуть и вкусовые сигналы ослабевают. Температура не влияет на рецепторы кислого и соленого вкуса, поэтому холодная пицца может казаться более соленой и вкусной. Еще один факт для бурманов. Знаете ли вы, что несколько исследований подтвердили, что треугольные бутерброды вкуснее прямоугольных? Дело в том, что треугольники дают нам больше начинки при каждом укусе. У треугольного сэндвича есть два 45-градусных угла. Таким образом, за два первых укуса вы можете приблизиться к центру, где часто содержится больше начинки. За этим последует идеальный третий укус без корочки и с обилием начинки. Звучит очень аппетитно. Обувь, созданная в конце 14 и начале 15 веков, могла достигать 60 сантиметров в длину. Люди полюбили остроносые туфли еще в 12 веке. Спустя несколько столетий они оставались популярными и только становились длиннее. Производители заполняли носки туфель волосами, мхом, шерстью и даже травой. Бивень нарвала – это не бивень, а торчащий наружу зуб. Эти существа относятся к китам, но отличие от большинства других китов, у них есть бивень, или лучше сказать, гигантский зуб. Он чувствителен почти как кожа, потому что в нем много сенсорных нервных окончаний. Ветер на Марсе можно услышать с помощью датчиков, установленных на марсианском аппарате NASA InSight. Исследователи записали звуки ветра на Марсе с помощью вибраций. Но хотя звук марсианских ветров соответствует диапазону человеческих ушей, вы сможете услышать его только в наушниках с очень хорошими басами. Мировой рекорд по самой долгой задержке дыхания под водой составляет около 24 минут. Без тренировки обычный человек может продержаться под водой около 90 секунд. Затем он вынырнет, чтобы сделать вдох. Но в 2016 году профессиональному придайверу Алексу Сигури Ивендрелю удалось установить безумный рекорд по задержке дыхания. Знаете ли вы, что бабочки пробуют пищу не так, как мы, а лапками? Когда бабочка подлетает к растению, она использует сенсоры на своих лапках, чтобы определить, съедобен ли этот цветок. Причем рецепторы, расположенные у нее на ногах, 200 раз сильнее наших вкусовых рецепторов. Подобно тому, как нас выдает отпечатки пальцев, льва можно узнать по усам. У каждого из нас есть уникальные отпечатки пальцев. Точно так же у львов есть усы, уникально расположенные относительно носа. Если вы не уверены, насколько свежие яйца у вас в холодильнике, наполните миску водой и положите их внутрь. Если они плавают, значит они старые. А если они тонут, значит яйца свежие и их можно есть. Многие до сих пор верят, что если прикоснуться к крылу бабочки, насекомое потеряет способность летать. Это не повод трогать бабочек за крылья, но если вы случайно это сделаете, не переживайте. С бабочкой все будет в порядке. На ее крыльях есть чешуйки. Если вы прикоснетесь к ним, некоторые из них могут отпасть. Но это происходит и естественным образом, не только когда насекомые задевают что-то своими крыльями. Такая особенность помогает бабочкам в трудных ситуациях, например, при попытке выбраться из паутины. Две части человеческого тела не имеют кровеносных сосудов. Хрящ и роговица. Роговица защищает зрачок и некоторые другие части глаза. Почему от пребывания в воде наша кожа сморщивается? Даже после 5-10 минут в ванне можно заметить небольшие морщинки на пальцах рук и ног. Возможно, это способ нашего тела закрепиться на скользкой поверхности. И самое интересное, что морщинки на нашей коже повторяют форму речных дренажных систем. Чаще всего кошки не реагируют, услышав свое имя. Не потому, что не узнают его, а потому, что им не хочется откликаться. Эти своенравные создания в основном делают то, что им больше нравится в данный момент. Они перестанут игнорировать вас, как только посчитают нужным. Продолжим тему мурлыковающих питомцев. Почему у многих домашних кошек белые лапы? Во время процесса одомашнивания кошек, который начался около 10 тысяч лет назад, люди скрещивали самых ласковых животных, чтобы получить более дружелюбное потомство. И одно из последствий этого – белые пятна на лапках. Облака выглядят пушистыми и легкими, но на самом деле они очень тяжелые. Среднее кучевое облако, которое вы видите в солнечный день, весит 500 тысяч килограммов. Однажды более сотни лет назад один 11-летний мальчик оставил на ночь на крыльце свой стакан с разведенной в воде порошкообразной газировкой и палочкой, чтобы перемешивать напиток. Спустя 20 лет Фрэнк Эперсон, тот самый забывчивый мальчик, представил в Калифорнийском парке свое случайное изобретение – фруктовый лед. К сожалению, неизвестно, какой вкус является оригинальным, но среди первых определенно были вишневый. Самый популярный – лимонный, апельсиновый, банановый, арбузный, виноградный и даже со вкусом корневого пива. Шоколадное печенье с шоколадной крошкой появилось чуть раньше фруктового льда – в 1930-х годах. Рут Вейкфилд, владелица популярного в США ресторана Tall House Inn, считается создателем этого восхитительного печенья. Есть множество версий истории изобретения десерта. Согласно одной из них, у Рут закончился кондитерский шоколад, и она решила добавить вместо него обычный. Она полагала, что он полностью растает, но этого не произошло. Согласно другой теории, шоколад просто упал в масло. Однако Рут отрицала случайность произошедшего и утверждала, что шоколад был добавлен специально. Существует множество легенд, связанных с созданием картофельных чипсов. Согласно одной теории, они были изобретены в 1853 году шеф-поваром одного из самых роскошных ресторанов Нью-Йорка. Картошка фри пользовалась в заведении огромной популярностью среди посетителей. Однако одного клиента категорически не устраивала толщина закуски. И тогда шеф-повар по имени Джордж Крам приготовил тонкие ломтики картошки фри. Но требовательный посетитель забраковал и их. Тогда Джордж сделал следующую порцию картошки толщиной с листок бумаги. Фри была настолько тоненькой, что ее было просто невозможно есть столовыми приборами. На удивление, блюдо пришлось по вкусу привередливому клиенту. Рецепт чипсов разлетелся по всему миру, и через пару десятилетий они превратились из горячего блюда в закуску и стали продаваться во всех магазинах. Вустерский соус также был изобретен абсолютно случайно. Английские химики Джон Уилли Ли и Уильям Генри Перринс на пару лет забыли о том, что в подвале аптеки стояли бочки. Изначально смесь, которую они приготовили, была абсолютно непригодной для еды из-за слишком ярко выраженного вкуса. Но когда ее случайно оставили в подвале, со временем она забродила. Вновь открыв емкость и попробовав смесь, химики обнаружили, что вкус стал мягче. Теперь заправка используется для усиления вкуса даже тех блюд, которые изначально совершенно безвкусные. Например, чили кон карне. Вустерский соус является частью пятого вкуса или умами, поэтому он такой насыщенный. Тофу, или соевый творог, был изобретен несколько веков назад. Одна из теорий гласит, что впервые тофу приготовил китайский принц. А согласно другой версии, тофу появился в результате смешивания сваренных и измельченных соевых бобов и морской соли. Скорее всего, соль была неочищенной и содержала большое количество кальция и магния, отчего и появилась творожистая консистенция. Есть еще одна легенда, которая утверждает, что как-то раз в соевое молоко случайно уронили нигари, вещество, которое получают из выпаривания морской воды. Сегодня врачи не советуют часто пить кока-колу. Но удивительный факт. Изобретена она была Джоном Пембертоном, фармацевтом с медицинским образованием. Созданное Джоном французское вино с кокой изначально использовалось в качестве лекарства от сильных болей, в том числе головных, а также тонизирующего средства. В 1886 году был введен сухой закон, и мужчине пришлось изменить рецепт, убрав из него алкоголь. Однако он оставил компонент под названием орех кола, придавший напитку его фирменный вкус. Согласно некоторым теориям, Джон случайно добавил в рецепт газированную воду. Но на самом деле он точно знал, что хочет получить в итоге. Пембертон полагал, что пузыри станут отличной альтернативой алкоголю. Кола Джона, безусловно, является предшественником современной кока-колы, но напиток все же отличается от оригинального рецепта. Сэндвичи тоже были изобретены совершенно случайно. В 1700-х годах Джон Монтагю, четвертый граф сэндвич, приказал своему слуге приготовить ему простое блюдо, которое можно было бы есть руками. Он попросил слугу положить между двумя ломтиками хлеба кусочек мяса. Дело в том, что граф обожал карты, а блюдо позволяло ему не отвлекаться от игры ни на секунду. Карты не пачкались, и люди во время игр стали просить приготовить им то же, что ел граф сэндвич. Вскоре за закуской закрепилось ее современное название. Кетчуп, который мы едим сегодня, совсем не похож на оригинальный рецепт блюда. Его корни уходят к 17 веку, когда китайцы смешивали маринованную рыбу и специи, называя заправку словом с озвученным словом «кетчуп» и в переводе означавшим «рассол рыбы». Англичане впервые попробовали соус только через сто лет. В английской версии появились грибы, лук-шалот и даже грецкие орехи. Позже слово «кетчуп» стало именем-нарицателем для любого темного соуса. А в состав первого томатного кетчупа входили анчоусы, что указывает на его родство с китайским рыбным соусом. Мало кто знает, но начос не является древней мексиканской закуской. Она была изобретена менее сотни лет назад. Считается, что создателем блюда является Игнасио Анайя по прозвищу Начо. Однажды в 1940-х годах, когда Игнасио работал шеф-поваром, одна из постоянных посетительниц попросила принести ей и ее подругам какую-нибудь необычную закуску. Повар увидел, что девушки были очень голодны, и решил приготовить что-то на скорую руку. Ему пришлось импровизировать, используя ингредиенты, которые были на кухне. Игнасио взял несколько жареных кукурузных лепешек, потер на них сыр и подогрел. Чтобы придать блюду пикантности, он приправил его халапенью. Когда посетительница поинтересовалась, как называется закуска, Игнасио, недолго думая, ответил «фирменное блюдо от начо». Сложно поверить, но в 30-е годы кукурузные палочки считались отходами производства. Однажды Эдвард Уилсон заметил, что с машины по производству корма для скота свисают кукурузные колбаски. Они так его заинтересовали, что Эдвард решил забрать их домой и попробовать приправить чем-нибудь. Он также заметил, что под воздействием потоков воздуха кукурузные палочки затвердевали. Эксперимент возымел невероятный успех, и вскоре палочки стали популярны по всему миру. Лапша быстрого приготовления не была изобретена по ошибке, но зато при ее создании был допущен ряд неточностей. Основная идея заключалась в том, чтобы получить продукт с длительным сроком хранения. После нескольких неудачных попыток Момо Фукуандо изобрел действенный способ консервирования лапши. Ее обрабатывали разными способами – готовили на пару, обезвоживали, жарили в горячем масле и приправляли. Кстати, раньше лапша быстрого приготовления считалась настоящим деликатесом, поскольку стоила намного дороже, чем привычное всем свежее. Другой продукт, который был изобретен случайно – это йогурт. Впервые он появился в Центральной Азии еще тысячи лет назад. Некоторые пастухи, сами того не подозревая, хранили молоко в местах, где было полно бактерий. Молоко ферментировалось, из-за чего продукт приобретал плотную текстуру и необычный вкус. Один пастух очень заинтересовался получившимся блюдом и решил его попробовать. Когда люди увидели, что ничего плохого с ним не случилось, последовали его примеру. Современный розовый лимонад обладает своим приятным цветом благодаря виноградному соку или красителю. Существуют две легенды, объясняющие его происхождение, и в обеих фигурируют работники цирка. Первая версия гласит, что Генри Эллотт, работавший в цирке, случайно уронил в лимонад несколько красных конфет с корицей, которые и придали ему ярко-розовый цвет. А другая версия не такая приятная. У циркового работника Пита Конклина однажды закончилась вода для лимонада, и он решил использовать воду из ванны, где одна из его коллег стирала красные чулки. Из-за красителя в чулках вода окрасилась в розовый. Пит добавил в нее немного сахара, пару ломтиков лимона и кислоту, и назвал напиток «клубничный лимонад». Покупателям он очень понравился, и продажи значительно возросли. Тарт Таттен, который представляет собой карамелизированную, перевернутую версию яблочного пирога, впервые был приготовлен по ошибке. Сестры Стефани и Каролайн Таттен в 1800-х управляли одним отелем. Однажды Стефани решила приготовить обычный яблочный пирог, но сильно передержала яблоки в масле. Чтобы скрыть свою ошибку, она положила на образовавшуюся корочку тесто и поставила пирог в духовку. Когда девушка вынула его из духовки, то заметила, что он подгорел. Это был явно не ее день. Стефани не хотела, чтобы гости заметили ее ошибку, поэтому перевернула пирог и представила его как совершенно новый десерт. Удивительно, но гостям он очень понравился и стал фирменным рецептом сестер. Так, мне пора. Что-то есть захотелось. Мух можно встретить везде. Буквально. Считается, что мухи зародились в Азии, но в наши дня они живут везде, где бывают люди, исключая разве что Антарктиду и, может быть, пару островов. Мухи путешествуют по океанам вслед за людьми, но они очень не любят одиночество. В дикой природе и пустынях, где нет людей, вы не найдете ни одной мухи. Мы их хорошо знаем, но есть один сверхважный вопрос. Зачем мухи трут свои лапки? Оказывается, они просто их чистят. У мухи есть волоски по всему телу. Волоски на конечностях служат детекторами при полете, поисках пищи и других видах деятельности. Поэтому мухи должны постоянно держать лапки чистыми. Вот почему они трут их друг от друга при каждом удобном случае. Их конечности чувствительны, и они служат более чем одной цели. На лапках есть вкусовые рецепторы, поэтому мухи могут дегустировать лапками. Они приземляются на потенциальную пищу и бродят по ней, пробуя ее на вкус, прежде чем съесть. Мухи не умеют жевать, поэтому они придерживаются полностью жидкой диеты и пьют свою пищу. Если пища, которую они выбрали в качестве следующего блюда твердая, у них есть специальный ритуал, чтобы сделать ее съедобной. Муха срыгивает пищеварительные соки на свою будущую пищу, и эти соки разбивают ее на мельчайшие кусочки, которые можно выпить. Кроме того, выплювывание этих соков освобождает место в желудке для новой пищи. Мухи довольно часто садятся на нашу еду. Они могут казаться безобидными, но это совсем не так. Для начала они плюют на вашу еду, что уже достаточно неприятно. Но это еще не все. Вы должны помнить, что мухи садятся везде, и это не только цветы, но и всякая гадость. Мухам эта гадость особенно нравится. Гниющие продукты, помойки и даже что-то похуже. Поэтому их конечности собирают все микробы из этих мест. Когда мухи садятся на вашу еду, они заражают ваше блюдо. Некоторые из микробов, которые они переносят, могут вызывать такие заболевания, как холера и тиф. Однажды даже провели эксперимент, чтобы продемонстрировать, как это работает. Было две миски. В одной находился красный порошок какой-то специи, а в другой белый рис. Туда пустили мух, и они перелетали из миски со специями в миску с рисом и обратно. Вскоре рис покрылся красной специей. Теперь замените безобидную специю на что-то более мерзкое. А рис на ваш ужин. Поэтому всегда накрывайте еду, чтобы какая-нибудь муха не гуляла по ней, не наступала и не плевала на нее. Когда едите, обязательно отгоняйте муху. Но не волнуйтесь, если какая-то назойливая муха успеет на секунду сесть на ваш бутерброд. Прежде чем вы ее прогоните, не нужно выбрасывать бутерброд. Если вы действовали быстро, то вы в безопасности. Кроме того, эксперты утверждают, что у среднестатистического здорового человека достаточно сильная иммунная система, чтобы противостоять такой мелочи. Несмотря на то, что мухи противные и надоедливые, жужжат вокруг и щекочут вас своими лапками, они приносят определенную пользу. Они отвечают за опыление цветов. Они собирают с них нектар, который прилипает к волоскам на их теле, а затем опыляют следующий цветок, садясь на него. Кроме того, если бы мух не было, наша планета была бы еще более грязной. Мухи перерабатывают часть человеческих отходов. Мухи также являются важной частью экосистемы, поскольку они служат пищей для птиц, пауков, ящериц, лягушек и многих других животных. Без мух все они вымерли бы. Помимо суперспособности пробовать лапками, у мух есть и другие интересные свойства. Они могут ходить как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям, и даже вверх ногами. Это происходит потому, что каждая лапка мухи имеет две подушечки с крошечными волосками, которые вырабатывают клейкое вещество, позволяющее мухам хвататься за все, что угодно. У мух уникальные глаза с комплексом из 6000 и более простых глаз внутри каждого из двух сложных глаз. Глаза мух не двигаются, но их обзор составляет почти 360 градусов. Они могут видеть за своей спиной. Поэтому где бы вы ни находились, мух определенно видит вас и любую другую опасность одним или несколькими из тысяч своих мониторов. Помимо двух сложных глаз, у мух также есть три простых глаза на лбу, которые служат компасом и позволяют им ориентироваться. У них также потрясающая реакция. Вы когда-нибудь задумывались, почему так трудно прихлопнуть муху? Но для мухи мы ленивцы. Это потому, что они видят все в замедленной съемке по сравнению с нами. Виды по-разному воспринимают скорость. Скорость, которую видим мы, будет вдвое быстрее, чем черепахи. А для мухи она будет в четыре раза медленнее. Поставьте видео на четверть скорости и представьте, что кто-то приближается к вам в таком темпе. Именно так вас видит муха. Так что да, у нее достаточно времени, чтобы убежать. У мух всего один комплект крыльев. Но в дополнение к паре крыльев у них есть так называемые жужжальца, которые позволяют им быстро взлетать. Миллионы лет назад жужжальца служили второй парой крыльев. Сейчас они помогают не только взлетать, но и балансировать в воздухе. Если муха потеряет одну из жужжалец, она начнет летать по кругу. А если пропадут оба, то она вообще не сможет летать. Кроме того, несмотря на то, что их крылья движутся до тысячи раз в минуту, мухи летают очень медленно, развивая скорость всего 7 км в час. Если муха обитает в городской местности, где вокруг достаточно людей и мусора, она не улетает далеко от места жительства. Ее территория составляет чуть больше километра. Сельские мухи путешествуют гораздо больше, и они могут улетать на расстояние до 11 км за один раз. Муха живет недолго. Срок ее жизни составляет всего около 30 дней. Но за это время она откладывает в среднем от 500 до 800 яиц. Не за один раз, конечно. За один присест она откладывает по 75-100 яиц. Яйца вылупляются в течение 24 часов. И в общей сложности требуется неделя, чтобы яйцо превратилось во взрослую муху. После чего цикл повторяется. В более холодном климате этот процесс может занять вдвое больше времени. Древесная муха – самая крупная муха. Она обитает в Центральной и Южной Америке и может вырастать до 8 см. Кстати, у мух есть постели, или скорее, любимые места для ночлега и сна. Они находят удобное место где-нибудь поблизости от источника пищи и приходят туда отдохнуть на ночь. Если в вашем доме завелись мухи, вот несколько советов, как уменьшить их популяцию. Прежде всего, важно понять, что их привлекает. Их привлекают другие мухи и даже запах мух, живущих в доме. А у мух удивительное обоняние. Поэтому, если вы приютили хотя бы одну муху, ждите новых гостей. Если у вас есть следы пребывания мух, например, их помет, они тоже найдут вас. Обязательно мойте стены и другие поверхности. Также мухи любят мусор и гниющие продукты. Они откладывают яйца в гнилой пище и мясе. Поэтому обязательно храните продукты в холодильнике, накрывайте их, а мусор держите в плотно закрытых контейнерах. И, конечно же, регулярно выносите мусор. Мухи любят сладкое. Они обожают сироп и другие сладкие жидкости. Они также любят газировку и уксус. Поэтому следите за их хранением и всегда вытирайте за собой, если что-то пролили. Наконец, они любят прятаться и жить в грязных и протекающих стоках. Они питаются бактериями оттуда. Поэтому всегда прочищайте стоки и сразу же устраняйте любые протечки. Также не помешает заделать все трещины в полу, потолке и стенах, если таковые имеются. Это один из способов их проникновения в дом. Можно ли это есть? Иногда мы видим странные пятна на картофеле и думаем, не выбросить ли его? Вот вам 10 фактов из серии «Съесть или выбросить». Знаете ли вы, что каждый год только в США выбрасывают 53 миллиарда килограммов продуктов? Это означает, что почти 40% всех продуктов питания в Америке оказываются в помойке. Люди выбрасывают продукты, если не уверены в их качестве. Они проявляют осторожность, и в этом есть смысл. Но что, если еда безопасна для употребления и только выглядит странно? Первый пункт в списке – говядина. В отношении мяса люди особенно осторожны. И это правильно. Представьте, что вы купили в магазине сырую говядину. Позже вы замечаете, что на ней появились коричневые пятна. Вы готовитесь выбросить ее. Но на самом деле это нормально. Вы можете увидеть коричневые слои и внутри говядины. Ярко-красный цвет означает свежее мясо, да? Не обязательно. Когда мясо только разрезают, оно бордового цвета. Если мясо быстро упаковать в вакуумную упаковку, оно сохранит этот оттенок. Но если мясо находится на воздухе около 15 минут, то под воздействием кислорода его цвет меняется на красный, который по мере биохимической реакции переходит в коричневый. Это может занять несколько часов. Работники продуктовых магазинов заново режут мясо несколько раз в день, чтобы добиться ярко-красного цвета, поскольку знают, что потребители с опаской относятся к бордово-коричневой говядине. Если говядина завернута в кислородопроницаемый пластик, то под воздействием кислорода она становится ярко-красной. Если мясо хорошо пахнет и хранилось надлежащим образом, его можно есть независимо от оттенка. Вы когда-нибудь сталкивались с темными линиями под панцирем креветки? Объяснение здесь примерно такое же, что и с говядиной. Черные линии на мясе креветки связаны с естественным явлением. Они постепенно появляются после того, как креветку достают из воды. Мясо подвергается воздействию кислорода, и со временем чернота становится более заметной. Здесь также может сыграть роль окраска животного. Эти черные линии могут быть естественной частью окраса. Как и, например, у кошек, окраска у креветок может быть разной, хотя они относятся к одному виду. В следующий раз вы можете провести маленький эксперимент на своей кухне. Положите пару креветок рядом друг с другом и поищите мелкие различия в их окраске. Когда креветки перестают быть съедобными, у них появляется отчетливый неприятный запах. Поэтому, если нормально пахнут, не выбрасывайте их. Стоит ли есть йогурт с плесенью? Зеленая субстанция на поверхности выглядит совсем непривлекательно, но если ее убрать, под ней окажется чистый йогурт. Короткий ответ – выбросить. Плесень видна только сверху, но, скорее всего, она проникла глубоко. В лучшем случае йогурт будет невкусным. Многие виды плесени безвредны, но некоторые выделяют токсичные вещества. Зеленая плесень – это разновидность пенициллиум. Звучит знакомо? Это тот же вид плесени, который используется в антибиотике пенициллине. Не радуйтесь раньше времени. Заплесневелый йогурт не поможет вылечить бактериальные инфекции. Это просто испорченный продукт. В 2013 году с одной линией йогуртов произошла неприятная история. Компания передала продукцию в магазины, как обычно, а через некоторое время покупатели начали жаловаться. Они говорили, что йогурт выглядит как йогуртовый суп и на вкус очень старый. Похоже, один из видов грибка выделял углекислый газ. Из-за этого упаковка наполнялась пузырями и вздувалась. Компания и независимый эксперт заявили, что этот грибок не опасен для людей. Тем не менее, более 200 человек предъявили жалобу. Что ж, такое бывает. Вы должны доверять своему чутью. Если увидите плесень в только что открытой упаковке, свяжитесь с производителем. Уведомив компанию о системной проблеме, вы поможете предотвратить будущие потери продукта и убережете других покупателей от неприятностей. Кроме того, компания, возможно, захочет загладить свою вину и либо заменит испорченный йогурт на свежий, либо, что еще лучше, подарит вам купоны на бесплатные продукты. Почему у авокадо бывают коричневые точки внутри? Плод остается съедобным, но вы, возможно, не захотите его есть. Авокадо – источник многих витаминов, таких как С, Е, К и В6, и таких полезных веществ, как магний, калий и многие другие. Авокадо много работает, чтобы стать кладезем здоровья. Этот фрукт наполнен питательными веществами, водой и сахаром. Да, формально авокадо относится к фруктам, и у него есть свои собственные транспортные каналы, похожие на вены. Обычно эти каналы незаметны для нас, до тех пор, пока что-то не выходит за рамки обычного. Иногда авокадо хранят при низкой температуре дольше, чем положено. В результате клетки ткани могут ослабнуть и начать разрушаться. Эксперты говорят, что если после сбора урожая плод пролежит в холодильнике несколько недель, его сосуды могут потемнеть. Это становится заметным после того, как вы подержите авокадо при комнатной температуре пару дней. Не корите себя! Это не ваша вина. Итак, съесть его или выбросить? Вы можете съесть авокадо с коричневыми точками, но попробуйте его, прежде чем добавлять в блюдо. Мякоть может стать менее вкусной. Что делать с белыми участками под картофельной кожурой? Съесть или выбросить? Это своего рода синяки, хотя они и не темные. Если внешний слой картофеля выглядит нормально, этот странный белый узел не плесень. Заплесневелый картофель становится более мягким, морщинистым и неприятно пахнет. Если внешний картофель выглядит нормально, то внутри него, скорее всего, нет вредных микроорганизмов. Странные белые участки – это следы ушибов, которые клубни получили во время сбора урожая. Подводя итог, скажем, что такой картофель можно есть. Кроме того, при нарезке картофеля на разделочной доске могут остаться белые пятна. Эксперты говорят, что в некоторых сортах картофеля содержание воды и крахмала выше, чем в других. В результате разделочная доска становится немного грязнее, чем обычно. Не стоит из-за этого переживать. Продолжим говорить о картофеле. Не потому, что я люблю его во всех видах, а потому, что мне давно было интересно, что это за коричневые пятна на картофельных чипсах. Можно ли есть такие чипсы или лучше их выбросить? Считайте, что это косметические недостатки. Они не влияют на безопасность или вкус чипсов. Они появляются из-за ушибов, которые получил картофель или в результате жарки. Иногда вы можете заметить, что ваш чеснок пытается сделать еще больше чеснока. Да, он пророс. Вопрос в том, можно ли есть проросшие зубчики или их стоит выбросить. Если зеленый росток находится в центре зубчика чеснока, это нормально. Имейте в виду, что вкус чеснока будет сильнее, чем обычно. Однако в готовом блюде он не будет выделяться на фоне других ингредиентов и перестанет быть слишком резким. Можно ли есть червивое яблоко? Многим людям не по себе от одной мысли о червяке внутри фрукта, но это всего лишь культурная установка. Поэтому ответ – да, такое яблоко съедобно. В конце концов, червяки – это белок, и они не переносят никаких паразитов. Они прогрызают вход в яблоко, и в этом месте фрукт может быть неприятным на вкус, словно подгнившим. Но никакой опасности это не несет. А вот что может быть не так безопасно, так это упавшие яблоки. Возможно, они пролежали на земле довольно долгое время, и вредные бактерии из почвы успели проникнуть в яблоко. Известные случаи, когда люди испытывали проблемы со здоровьем, выпив непастеризованный яблочный сок, сделанный из упавших яблок. Да, тех самых, которые взаимодействуют с вредными бактериями. Многие хранят в холодильнике самые разные продукты, на всякий случай. Это кажется разумным решением, чтобы они не портились, но не все так просто. Некоторые продукты лучше не держать в холодильнике. Например, соусы. Если на упаковке не указан иной способ хранения, лучше оставить их в шкафу подальше от духовки, защитив от перепадов температуры. Влага – злейший враг кофейных зерен. Специальное масло в зернах отвечает за его приятный запах. Если поместить кофе в холодильник, конденсат изменит его структуру, и все волшебство исчезнет. Но если ваша цель – избавиться от кофеина, тогда хранение кофе в холоде и правда имеет смысл. Говорят, что мед никогда не портится. Он и правда может храниться почти вечно, но нужно соблюдать некоторые правила. Мед любит прохладные и темные места, но не холодильник. Там он может кристаллизоваться и потерять полезные свойства. Хранить помидоры в холодильнике – не лучшая идея. Там они теряют свой аромат, потому что холодный воздух замедляет естественный процесс созревания. И тонкие оболочки внутри помидоров становятся менее сочными. Вы ведь не хотите, чтобы салат получился водянистым и безвкусным? Храните помидоры в хорошо проветриваемом ящике или в корзине при комнатной температуре. Если вы не хотите, чтобы нарезанные бананы стали коричневыми, используйте сок цитрусовый. Просто побрызгайте бананы апельсиновым или лимонным соком. Но этот трюк работает всего несколько часов. Идеальный способ хранить шоколад – держать его подальше от холода в прохладном и темном месте. Так вы не только защитите десерт от ваших сладкоежек-соседей по комнате, но и сохраните его привлекательный внешний вид. Шоколад не кладут в холодильник, потому что разница температур приводит к образованию конденсированной воды на его поверхности. А еще так безопаснее для ваших зубов. Ведь шоколад твердеет при низких температурах, и каждый укус дается с трудом. Не храните хумус при комнатной температуре. Неважно, домашний он или нет, это небезопасно в любом случае. Если хумус не содержит никаких консервантов, его срок годности составляет неделю. Что касается хумуса из супермаркета, то закрытую упаковку можно хранить в холодильнике около трех месяцев. Или неделю после того, как вы ее открыли. Допустим, вы испекли печенье и хотите положить его в банку или контейнер. К сожалению, печенье с каждым днем будет становиться все жестче. Но если в тот же контейнер положить ломтик хлеба, то печенье сохранит мягкую текстуру на более долгий срок. Это потому, что печенье будет впитывать влагу из хлеба. Многие заворачивают сыр в пленку, но это не лучшее решение. Пленка притягивает много влаги, создавая все условия для роста плесени. Если вы хотите защитить свой сыр от этого печального сценария, обрызгайте его уксусом. Но не используйте больше нескольких капель, иначе испортите вкус сыра. После этого плотно заверните сыр в вощеную бумагу и положите в холодильник. В отношении яиц нет никаких особых правил. Их можно хранить как в холодильнике, так и в шкафу. Пока не истечет срок их годности. Если вы решили положить яйца в холодильник, не храните их на боковой полке. Чтобы защитить их от колебаний температуры, положите яйца поглубже в холодильник. Кроме того, эксперты не рекомендуют вынимать яйца из упаковки. Эти контейнеры на самом деле предназначены для их защиты. Да, температура в холодильнике не везде одинакова. Например, полки на двери – самое теплое место. Чем ближе полка к морозильной камере, тем ниже становится температура. Итак, если вы хотите хранить продукты в холодильнике максимально правильно, не пропускайте специальные рекомендации, которые указываются на упаковках. Если держать хлеб в родной упаковке из магазина, через пару дней вы обнаружите на нем плесень. Лучше хранить его в плотно закрытой коробке с солью. Это защитит изделие от плесени. И не держите хлеб в холодильнике, потому что там он быстро зачерствей. А если хотите сохранить хлеб надолго, то положите его в морозильную камеру. Там он может храниться до 6 месяцев. Чтобы нарезанные огурцы не высыхали, положите их в герметичный контейнер и налейте в него свежую воду. Не храните их в холодильнике больше недели. Целые огурцы в холоде портятся намного быстрее, чем при комнатной температуре. Хотите сохранить их свежими как можно дольше? Не кладите их в холодильник. Авокадо. Сложный фрукт со своими правилами хранения. Если оно твердое и не полностью созрело, держите его подальше от холодильника, потому что холодный воздух замедляет созревание. Бананы выделяют этилен, который стимулирует созревание. Если хотите ускорить этот процесс, просто положите авокадо в пакет с бананами. А если оно мягкое и спелое, то лучше положить его в холод. Некоторые заворачивают нарезанное авокадо в полиэтиленовую пленку вместе с ломтиком лука. Это поможет сохранить его свежим чуть дольше. Другой способ – смазать его оливковым маслом. Нарезанное авокадо можно хранить в холодильнике не более трех дней. Держите лук и чеснок подальше от холодильника, иначе приблизите появление на них плесени. Если хотите сохранить их свежими в течение длительного времени, храните их в сухом прохладном месте, например, в кухонном шкафу. А еще можно привязать луковицы друг к другу и подвесить. Кроме того, не храните в холодильнике апельсины и другие цитрусовые. К сожалению, низкие температуры делают эти фрукты менее вкусными и полезными для здоровья. Их лучше хранить в вазе для фруктов на полке или кухонном столе. От этого они дольше не испортятся. Как и многие другие овощи, баклажаны не любят низких температур. В холодильнике они становятся мягкими и быстро теряют полезные качества. Храните их вдали от прямых солнечных лучей в сухом месте при комнатной температуре. Если вы нарезали яблоко, но не хотите есть его сразу, нужно обернуть ломтики резинкой, чтобы соединить их вместе. Так яблоко может оставаться свежим и хрустящим в течение целого месяца при хранении во влагостойком пакете в холодильнике. Лучше не мыть яблоки перед хранением, так они дольше останутся свежими. Не кладите в холодильник оливковое масло. Если вы уже делали это раньше, то наверняка замечали в нем странные белые кусочки. Не волнуйтесь, это не токсично. Просто низкие температуры в холодильнике вызывают конденсацию воды, которая выглядит как принц. Лучше хранить оливковое масло при комнатной температуре подальше от прямых солнечных лучей. Арбузы и дыни, которые хранятся при комнатной температуре, содержат больше полезных питательных веществ и антиоксидантов, чем те, что хранятся в холодильнике. А нарезанный арбуз нужно держать в холодильнике. Накройте срезанную часть полиэтиленовой пленкой и меняйте ее после каждой нарезки. Кроме того, нарезанную на дольки дыню или арбуз можно хранить в герметичном контейнере в холоде до недели. Замороженный имбирь сохраняет свежесть от двух до девяти месяцев. Можно даже сначала натереть его на терке, чтобы потом есть порционно. Это сэкономит вам время, особенно в те дни, когда нужно быстро что-то готовить. Вы смотрите свое любимое кулинарное шоу. Как вдруг звездный шеф-повар добавляет щепотку соли в варенье, которым польют десерт. Вы беретесь за телефон, чтобы позвонить и пожаловаться, но тут шеф-повар все объясняет. Оказывается, добавление соли во фрукты – обычное дело в разных кухнях мира. В Мексике любят приправлять манго и цитрусы солью и порошком чили. На Филиппинах можно попробовать манго со вкусом креветок, а в южных штатах США – соленый арбуз. Итак, как это работает? Допустим, вы едите сырое манго, посыпанное солью. С первым укусом вы замечаете соленый привкус, а сладкий фруктовый вкус немного задерживается. Зато потом он кажется насыщенным, как никогда раньше. Это происходит потому, что соль воздействует на рецепторы сладкого вкуса. И на молекулярном уровне происходит настоящее волшебство. Одно исследование показало, что в наших вкусовых клетках больше детекторов сахара, чем предполагали ученые. Один из этих детекторов должен направлять сахар к рецепторам сладкого вкуса, когда он вступает в контакт с солью. Вы можете попробовать посыпать солью любой фрукт, который вам нравится, но эффект будет разным. Соль может сделать более сладкие фрукты, такие как вишня и клубника, еще слаще, и сбалансировать вкус грейпфрута, ананаса и арбуза. Просто возьмите спелый фрукт, нарежьте его обычным способом и посыпьте кусочки солью. Крупная морская соль в виде хлопьев имеет более насыщенный вкус, к тому же она выглядит красивее. Через 10 минут ваш изысканный десерт будет готов. Итак, вам нужно нарезать салат айсберг, но жесткая сердцевина не хочет отделяться. Возьмите головку салата двумя руками сердцевиной вниз и ударьте ее о разделочную доску и о другую твердую поверхность, только не от своего брата. Теперь вы сможете вытащить сердцевину из нижней части и без проблем нарезать остальную часть салата. В следующий раз, когда достанете масло из холодильника и не сможете его намазать, потому что оно твердое, как камень, достаньте терку. С ее помощью вы легко отделите крошечные кусочки масла, которые мгновенно растают на теплом тосте. Их легче намазать и на холодный хлеб. Не придется класть бутерброд в микроволновую печь или ждать, пока масло размягчится. Профессиональные пекари одобряют этот лайфхак и используют его уже давно. Когда вы что-то жарите, вы сначала разогреваете сковороду, а затем кладете на нее продукты. Да? Это плохой вариант, если вы хотите, чтобы бекон был хрустящим. На горячей сковороде мясо приготовится раньше, чем жир успеет вытопиться из нее. Ваш бекон будет слишком жирным и резиновым, поэтому нужно выложить полоски на холодную сковороду, а затем включить слабый или средний огонь. Жир вытопится из мяса, и результат будет очень аппетитным и хрустящим. Вы когда-нибудь пробовали варить макароны в сковороде? Я знаю, звучит странно, но это действительно может помочь вам сэкономить время, воду и энергию. Вместо того, чтобы наполнять огромную кастрюлю водой и ждать, пока она закипит, положите макароны в сковороду, залейте их холодной водой и добавьте соли. Ваши макароны начнут вариться, пока вода еще будет доходить до кипения, поэтому приготовятся гораздо быстрее, чем обычно. А вода, оставшаяся в сковороде, станет отличной основой для соуса, потому что в ней много крахмала. Смешайте ее с песто, томатным соусом, чесночным маслом. Вкус будет, как в ресторане. Секрет приготовления самого вкусного и воздушного картофельного пюре заключается в том, чтобы высушить картофель, а уже потом давить. После варки вы сможете либо слить воду и оставить картофелины на медленном огне на плите, либо подержать их на листе для выпечки в духовке. Затем добавьте растопленное масло, которое свяжет крахмал в картофеле, и только после этого медленно залейте молоком. Ваше пюре будет иметь идеальную структуру и вкус. Если вы пролили достаточно слез над луком, пытаясь его нарезать, то этот рецепт вам обязательно понравится. Очистите лук, разрежьте его пополам и оставьте в холодильнике в миске с ледяной водой на полчаса, прежде чем начать готовить. Причина слез – сера, которую лук берет из почвы во время роста. Когда вы повреждаете его клетки, кислоты связываются с ферментами, которые запускают целый букет реакций и выделяют химическое вещество, заставляющее глаза слезиться. Замораживание лука ослабит действие этого химического вещества. Чтобы еще больше уменьшить его воздействие, нарезайте лук только острым ножом, так вы нанесете меньше вреда его клеткам. Авокадо проще очистить от кожуры, если предварительно заморозить его. Положите его в холодильник, дайте ему немного времени, затем достаньте и подержите под теплой проточной водой. Теперь вы сможете легко очистить его от кожуры, сделав несколько крестообразных надрезов. Лучший способ сохранить травы свежими и сочными – хранить их, как цветы. Если у вас нет вазы подходящего размера, возьмите банку или стакан и налейте пару сантиметров воды. Теперь поставьте травы внутрь, словно это розы. Для петрушки и кинзы накройте банку полиэтиленовым пакетом и храните букет в холодильнике. Базилик любит солнечный свет, поэтому лучше оставить его на кухне в незакрытом виде. Если вы приготовили слишком много соуса или у вас остался соус в банке, которого, кажется, ни на что не хватит – вот решение. Перелейте соус в лоток для кубиков льда и храните его в морозильной камере. Если вам нужно будет придать блюду остроты, вы всегда сможете добавить в него пару кубиков соуса. Кроме того, соус будет храниться дольше, чем в холодильнике. Ваши фрикадельки всегда получаются одинаковой формы и размера? Тогда пропустите этот пункт. Но если для вас, как и для меня, это проблема, попробуйте набирать фарш ложкой для мороженого. Вы получите шарики идеальной формы, не испачкав пальцы. Самый простой и, наверное, самый красивый способ нарезать манго называется ежик. Вымойте манго под проточной водой. Не сжимайте его при этом. Теперь положите его на разделочную доску и разрежьте на три части сверху вниз. Отложите среднюю часть с косточкой. Все равно с ней мало что можно сделать. Теперь у вашего манго будут две симпатичные щечки. То есть самые толстые части. Далее сделайте поперечные и продольные надрезы на щечках манго. Оставляйте равномерное расстояние между надрезами и не прорезайте кожуру. Теперь надавите на обратную сторону манго, пока мякоть не высунется наружу. Вам это ничего не напоминает? Да, это и есть ежик. В качестве последнего шага выложите кубики манго в миску и съешьте их. Это блюдо имеет все шансы стать вашим новым любимым завтраком. Вы можете приготовить омлет в кружке. Возьмите большую кружку, подходящую для микроволновой печи, и смажьте ее внутреннюю поверхность оливковым маслом или сбрызните кулинарным спреем. Добавьте 2 яйца и 1 столовую ложку молока. И перемешайте их вилкой. Добавьте соль и перец, сыр, овощи и зелень по вкусу. Поставьте в микроволновку в мощном режиме на 30 секунд. Выньте, перемешайте вилкой и поставьте еще на 30 секунд. И вуаля, ваш завтрак готов. Не забудьте взять другую кружку для кофе, иначе в напиток попадут остатки омлета. Вряд ли это вкусно. У каждого из нас есть свои утренние ритуалы, чтобы взбодрить организм после сна. Помимо физических упражнений и горячего душа, первая пища, которую вы отправите в свой голодный желудок, может задать настроение на целый день. Вот почему полезно знать, какие продукты не стоит есть на голодный желудок. Начнем с бананов. Этот фрукт – отличный выбор для ленивого завтрака, верно? А вот и нет. Какими бы свежими и полезными они ни были, бананы могут устроить хаос в вашем желудке, если вы съедите их в неподходящее время. Эти фрукты богаты магнием, что может привести к проблемам с пищеварением. Кроме того, в некоторых случаях они могут вызвать колебания кровяного давления. Но если утро вам не мело без бананов, попробуйте смешать их с овсянкой. Она создает в желудке выстилку, которая предотвращает раздражение, вызываемое соляной кислотой. Бананы хорошо сочетаются с другими полезными продуктами, такими как каши, арахисовое масло, сухофрукты или орехи. Что может быть лучше свежего хрустящего круассана на завтрак? На самом деле многое. Торты, пирожные, пицца и другая выпечка обычно содержат дрожжи, которые могут повредить слизистую оболочку желудка, если есть их натощак. Кроме того, хлебобулочные изделия вызывают метеоризм. Так что это не та еда, с которой стоит начинать утро. Но вы можете заменить обычную белую дрожжевую выпечку цельнозерновой. На самом деле это один из лучших вариантов для завтрака. Такой хлеб богат углеводами, которые очень важны для сбалансированного питания и поддержания бактерий вашего кишечника в хорошем состоянии. Стакан свежего цитрусового сока отлично смотрится на подносе для завтрака. Но, к сожалению, внутри вашего желудка все выглядит не так гламурно. Фруктовые смузи и соки слишком богаты фруктозой, которая может шокировать и перегрузить еще не проснувшуюся поджелудочную железу и печень. Цитрусовые хороши в любое время дня, но утром их следует употреблять после еды. В противном случае они могут навредить организму. Высокое содержание фруктозы и клетчатки может замедлить ваш метаболизм на весь день. Также эксперты не рекомендуют съедать больше двух апельсинов в день, чтобы избежать ураганов в животе. Если вы не можете представить свое утро без фруктов, выберите папайю или арбуз. Они выведут токсины из организма и помогут вам чувствовать себя легче в течение дня. Свежие салаты в большинстве случаев очень полезны. Но эксперты не советуют есть сырые овощи на голодный желудок. После многочасового голодания вашему желудку может быть слишком трудно переварить грубые волокна. Поэтому если не хотите испытывать боль и дискомфорт, оставьте салат на более позднее время. Давайте поговорим о тренде «горячая вода по утрам». Вы наверняка видели множество его вариаций. Блогеры предлагают смешивать воду с разными вещами – от лимонного сока и семян чия до пищевой соды. Конечно, каждая из этих волшебных зелий требует отдельного исследования и научного одобрения. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что один стакан чистой теплой воды утром – отличное средство, чтобы пробудить кишечник и подготовить его к работе в течение дня. Напротив, лучше не пить холодные напитки натощак, потому что они могут повредить слизистую оболочку. Это заставит вашу пищеварительную систему работать медленнее, а в некоторых случаях вызовет дискомфорт и расстройство желудка. С утренним кофе есть простое правило. Если хотите сохранить здоровье, никогда не пейте кофе натощак, чтобы не стимулировать выделение соляной кислоты, которая вредна для пищеварительной системы. Это может не только спровоцировать гастрит, но и привести к развитию многих проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе. Также кофе повышает уровень кортизола, гормона, который управляет нашими биологическими часами. Это происходит очень быстро, и организму приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы вернуть баланс в нормальное состояние. Поэтому эксперты рекомендуют пить кофе через час после пробуждения. Но перед этим следует что-нибудь съесть. Подойдет даже крошечный кусочек хлеба. Если вам нравится есть на завтрак йогурт с гранолой или любые другие кисломолочные продукты, обязательно съешьте перед ними что-нибудь безопасное. В идеале нужно подождать около часа. В противном случае молочные продукты могут повредить хорошие бактерии в вашем желудке и вызвать эффект, противоположный тому, для чего они, собственно, предназначены. Но эта рекомендация не относится к сырам. Если вы хотите, чтобы ваша пищеварительная система сказала вам спасибо, выбирайте фиту или зернистый творог. Они содержат идеальные для утра хорошие жиры. Козий сыр тоже неплохая идея. Он мягче и ароматнее, чем большинство коровьих сыров. Кроме того, в нем больше жиров и минералов, и меньше лактоза. Многие едят на завтрак шоколад или протеиновые батончики. Но на самом деле переработанный сахар – чемпион среди худших вариантов завтрака. Любые продукты и напитки с высоким содержанием сахара не подходят для утра. Но не спешите полностью отказываться от шоколада, ведь он помогает прогнать утреннее уныние и улучшить ваше настроение в течение дня. Дело в том, что шоколад стимулирует выработку гормонов, отвечающих за хорошее настроение. Вот почему разумное количество высококачественного шоколада после завтрака благотворно скажется на вашем самочувствии и поможет переключиться на рабочий лакт. Имейте в виду, что темный шоколад содержит больше кофеина, в то время как в белом шоколаде его нет. Поэтому, если хотите оставаться бодрым, выбирайте 70% темный шоколад. Он не только поможет поддерживать работоспособность, но и обеспечит вас такими полезными компонентами, как кальций, медь, калий, антиоксиданты и магний. Вы можете обожать чили и халапеньо, но это не лучший выбор для завтрака. Вот почему. Когда вы едите острую пищу натощак, она раздражает вашу уязвимую слизистую оболочку и делает ваш желудок очень несчастным. Поэтому, если вы не хотите страдать от раздраженного желудка в течение дня, имеет смысл оставить чили на ужин. Может показаться, что на голодный желудок вредны все продукты, но это не так. На самом деле есть множество безопасных и здоровых вариантов завтрака, которые помогут улучшить работу вашего организма. Возьмем, к примеру, орехи. Они богаты витаминами, минералами, белками и полезными жирными кислотами – омега-3. Поэтому начинать с них утро – отличная идея. Они обеспечат вас энергией на весь день и помогут бороться с привычкой переедать. Кроме того, употребление орехов помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс в желудке. Но, конечно, важна умеренность, поскольку орехи очень жирные. Эксперты советуют съедать всего одну горсть в день, что составляет примерно 2 столовые ложки. Некоторые рекомендуют замачивать орехи в воде на ночь, чтобы они стали еще полезнее и легче усваивались. Этот же прием подходит для фиников, изюма и других сухофруктов и ягод. Если вы следите за своим весом и здоровьем, идеальный выбор для завтрака – яйца. Они дают ощущение сытости и бестяжести, что помогает контролировать аппетит в течение дня. Кроме того, они богаты белками и низкокалорийны. Всего пара столовых ложек пророщенной пшеницы перед завтраком обеспечат вас целым набором витаминов и фолиевой кислоты. Этот суперпродукт содержит пищевые волокна, которые помогают пищеварительной системе работать без сбоев. Он также замедляет процесс старения. Вот еще один известный суперпродукт, который поможет подарить вам и хорошее настроение, и лучшее пищеварение. Семена чья. Они еще более полезны, если употреблять их натощак. Причем неважно, в сухом виде или с водой. Мед, съеденный на голодный желудок, мягко добавит вдохновение ленивому кишечнику. Кроме того, мед повышает выработку серотонина, что поможет вам чувствовать себя хорошо в течение дня. Но сначала убедитесь, что у вас нет аллергии на мед. Напиток, черный как чернила, полезен при многочисленных заболеваниях. Его готовят из воды и плодов пустарника под названием буну. Вы, наверное, догадались, что речь о кофе. Именно так описал кофе немецкий врач, совершивший десятилетнее путешествие по Ближнему Востоку в 16 веке. Сегодня, чтобы выпить чашечку драгоценной жидкости, не обязательно отправляться в неизвестность. Вы можете приготовить ее дома или посетить ближайшую кофейню. По состоянию на 2023 год, только в США насчитывается более 72 тысяч кофеен. Представьте, сколько их во всем мире! Когда вы думаете о кофе, какая страна первой приходит вам на ум? Италия? Может быть, Франция? Но вот в чем дело. На самом деле, Финляндия – самая кофейная страна в мире. Только представьте, взрослый финн потребляет до 12 килограммов кофе в год, в то время как американец – всего 5 килограммов. Норвегия гордо занимает второе место, а Дания замыкает тройку лидеров. Италия и Франция даже не входят в первую десятку. И, кстати, каждый день люди на нашей планете выпивают примерно 1 миллиард 600 миллионов чашек кофе. Если вы планируете побить рекорды долголетия, кофе может вам пригодиться. Гарвардское медицинское издательство провело исследование, согласно которому те, кто выпивает 3-4 чашки кофе в день, имеют больше шансов прожить дольше. Отличный план, особенно если вы любите кофе. Одна из самых известных в мире супер-долгожительниц Жанна Кальман признавалась, что на завтрак пила кофе с молоком. И она прожила невероятно долгую жизнь – 122 года. Не только люди доказывают, что кофе способствует долголетию, но и кошки. Это Крим Паф из Техаса – кошка, которая прожила 38 лет. Джейк Керри, владелец Крим Паф, поделился некоторыми подробностями о рационе своей любимицы. Обычно она ела сухой кошачий корм, яйца, бекон из индейки, в общем, ничего особенного. Но кошка была большой поклонницей кофе. Крим Паф предпочитала кофе со сливками. Вот вам вопрос. Какого цвета ваша кофейная кружка? Очень важно, из чего вы пьете кофе. Есть определенные цвета. Например, глазурь на основе свинца, которая может выделять токсичные вещества в ваш горячий напиток. Кружки, покрытые красной и оранжевой глазурью, скорее всего, содержат свинец. Поэтому, если вы хотите перестраховаться, выбирайте кружки из стекла, керамики или нержавеющей стали. Кружки из пластика или алюминия также небезопасны, поскольку они могут выделять нежелательные вещества, как и глазурованные кружки. Но цвет имеет значение и по психологическим причинам. Был проведен эксперимент, касающийся восприятия кофе в зависимости от цвета кружки. Оказалось, что если мы пьем кофе из белой кружки, то он может показаться менее сладким, чем если мы пьем его из голубой или прозрачной. Кофе играл важную роль в крупных спортивных событиях. В 1932 году бразильские спортсмены не могли позволить себе поездку в Лос-Анджелес для участия в Олимпийских играх. Однако решение было найдено. Власти погрузили спортсменов на корабль, наполненный кофе. Этот кофе продали по пути, что помогло финансировать поездку. Кофе – это также ключ к счастливой семейной жизни. По крайней мере, так было раньше. В 15 веке в Месопотамии кофе имел большое значение при заключении брака. Мужчины выбирали своих будущих жен по тому, насколько хорошо те умели готовить кофе. К счастью, сегодня для этого есть кофемашины, поэтому мы выбираем партнеров, основываясь на их личных качествах. А в Константинополе жена могла подать на развод, если муж не обеспечивал ее достаточным количеством кофе. Согласно промышленным стандартам, для приготовления одной порции кофе требуется около 56 кофейных зерен. Бетховен, один из главных хитмейкеров всех времен, для приготовления своего утреннего кофе точно отчитывал 60 зерен. Думаю, это был скорее ритуал, чем конкретный рецепт. А у вас есть какие-нибудь ритуалы для утреннего кофе? Другой хитмейкер Иоганн Себастьян Бах даже посвятил кофе кантату, который назвал «кофейная кантата». Логично, да? Кантата рассказывает о зависимости от кофе. Несмотря на то, что черный кофе – это самый распространенный тип напитка, практически каждый хотя бы раз пробовал капучино. Кстати, свое название напиток получил из-за оттенка. Это мягкий, коричневатый оттенок, похож на цвет мантии монаха капуцино. Кроме того, у мантии есть капюшон, а слово «капюшон» звучит на итальянском как «капуччо». Вот такой интересный факт для вечеринки. Те, кто не любит тратить время на приготовление напитка, часто выбирают растворимый кофе. Давайте поздравим его с днем рождения. Скоро ему исполнится 116 лет. Растворимый кофе был изобретен в 1907 году, и до 1970-х годов многие потребители критиковали его за некачественный вкус. Однако в 70-х годах технология изменилась, и производители заявили, что по вкусу он почти как свежесваренный. Кроме того, растворимый кофе породил еще одну популярную вещь – кофейные автоматы. Первый прототип был создан в 1947 году, а в 50-х они уже активно использовались. Есть некоторые продукты, с которыми не стоит сочетать кофе. Номер один – мясо. Логика проста. Кофе может поглощать цинк в организме, поэтому не лучший выбор пить кофе после того, как вы съедите что-то, содержащее цинк. Я говорю о красном мясе, устрицах, а также о бобовых. Номер два – жареная пища. Такие блюда, как правило, содержат много плохих жиров, и когда вы сочетаете их с кофеином, эта смесь повышает уровень холестерина в организме. Номер три. Может показаться неожиданным, но все же. Кофе и молоко – не лучшая пара. Кофе не позволяет кальцию усваиваться, поэтому вы не получите питательных веществ из молока. Япония похожа на идеальное место для тех, кто любит кофе. Вы знаете какое-нибудь другое место, где можно буквально купаться в кофе? Я тоже не знаю. Так вот, спа-центр с горячими источниками и парк водных развлечений недалеко от Токио прославился своими необычными горячими ваннами. Всего здесь 26 ванн, и они наполнены кофе, зеленым чаем и многими другими напитками. Используются только свежие ингредиенты, и ванны наполняются каждый день. Для приготовления кофейной ванны кофейные зерна заваривают водой из природных горячих источников. Кстати, цена приемлемая. Взрослый билет стоит около 36 долларов. Если бы вы попытались сделать кофейную ванну самостоятельно, то наверняка потратили бы больше. Пора развенчать еще один миф. Кофе без кофеина на самом деле содержит кофеин. В средней порции кофе без кофеина содержится около 7 миллиграммов кофеина, в то время как в обычном кофе около 70. Да, в 10 раз меньше, но этого достаточно, чтобы нарушить ваш сон. Что касается классического кофе, помните, что период полураспада кофеина составляет 6 часов, а для его полного выведения из организма требуется около 12 часов. Кофе не стоит пить как перед сном, так и сразу после пробуждения. Кортизол – гормон стресса, отвечает не только за стресс, но и за циклы сна. Его уровень повышается между 8 и 9 часами утра, поэтому чашка кофе только усугубляет утреннее беспокойство. Выпейте ее, когда кортизол находится на самом низком уровне. Он также повышается между полуднем и часом дня, и между половиной шестого и половиной седьмого вечера. Никакого кофе в это время. Многие люди считают, что пить кофе – не самая полезная привычка, предпочитая воду или другие напитки. Но если вы не планируете отказывать себе в этом удовольствии, попробуйте купить термокружку и варить кофе дома. Вы сэкономите деньги и сохраните природу, ведь одноразовые стаканчики для кофе не подлежат переработке, а для их разложения требуется не меньше 20 лет. Посещение кофейни может быть вашим ежедневным ритуалом. Но вы когда-нибудь считали, сколько тратите на эту утреннюю привычку? Миллениалы тратят на кофе больше 2000 долларов в год, на которые можно было бы купить что-то серьезное.